Друзья, ушел из жизни большой человек, большой человек во всех смыслах этого слова, сильный духом, сильный телом, человек мотивирующий нас с вами на занятия тренингом, ушел очень молодым. Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Все мы с вами потеряли, потеряли большого мотиватора, веселого, добродушного парня. Я знал Юру всего две недели, когда он приезжал ко мне в гости в Америку, в наш тренажерный зал, проводил семинар для американцев-любителей пауэрлифтинга. Это большая потеря. Повторюсь, я знал его всего две недели, но человек произвел на меня колоссальное впечатление. Добродушного, открытого парня. Каких сейчас крайне мало. Мы все с вами должны быть похожими на Юру. Хочу закрыть поганые рты тем, кто будет косить на то, что человек умер от применения фармакологии. Повторюсь, Юра действительно был открытым парнем, не скрывал то, что принимает фармакологию, но я знаю его дозировки, и поверьте мне, они очень минимальны. Но дело не в этом. Нет людей в большом спорте, кто бы не принимал фармакологию. Не только в спорте, связанном с железом. Любые олимпийские игры представлены спортсменами, которые все сидят на фармакологии. 100%. Юра, в отличие от большинства тех, кто любит почесать языком, был реально человеком с большой буквы. Спортсменом с большой буквы. Без применения фармакологии он достиг таких результатов, которые нам с вами и на фармакологии бы не были возможны. Нужно это учитывать и понимать, что человек имел серьезные проблемы со здоровьем, но все равно продолжал тренироваться. Поэтому тот, кто хочет очернить имя Юры Вартабедьяна, пусть лучше помолчит. Люди умирают вокруг. И спортсмены умирают точно от таких же болезней, как и все другие простые обыватели. Повторяюсь, большое-большое горе для всего спортивного сообщества. Не только российского, но и мирового. Юру знали и уважали за пределами нашей страны. За океаном его знали, уважали. Поэтому давайте проявим и мы уважение к ушедшему герою. У меня есть уникальные кадры с семинара, который Юрий провел в Америке для американцев. Совершенно бесплатно. Я выложу его ниже, без монтажа, без русского дубляжа. Просто всем нам с вами будет понятно. Все мы люди спорта, люди мира. Ушел большой человек. Всем и скорбим. Выражаем искренние соболезнования семье, близким Юры Вартабедьяна. Вечная память и уважение. Ушел большой человек. Ушел в Украину. Вы Méчеш Годя. В инженер category, в открытый, в интервьюе класс. Ф verdad? Редактор в целом, мировые силы, наши четыре, наших цилий. Бенч пресс, свои 140. и я стараюсь поэрлифть 7 лет назад это время я был поэрлифтинг, но это 290 это время я был 11 лет боксером и это было все время я думаю, что я буду говорить не только о паролептинге, потому что я тренирую людей в бодибилдинге, в фитнесе, просто обычные люди, чтобы держать их в фитнесе The thing is that when people come to the gym the first time, they need to get their day They want to achieve in the gym Someone comes just to keep it paid, someone loses extra weight И если кто-то хочет начать тренировать боди-билдинг, повышение, чтобы стать мистер ангелия, то есть кто-то должен знать, что все они должны знать технику о бейс-экзерсисе, и в другом случае они могут помочь, и они могут помочь, и они могут помочь. И я думаю, что я люблю и я выбрал пау-литки, потому что пау-литки, пау-литки, это основа для всего этого в гим, потому что это включает технические, которые могут помочь, пау-литки, 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 потому что если ты становишься сильнее, ты становишься правой технической, и это помогает вам помочь, помочь. И мы знаем, что в байд-билдинге, это требуется для диет, и так далее, но когда мы просто начинаем тренировать, это не так важно для нас, это просто будет важно, если вы будете делать практику, но в начале это не важно. СPrый. Потому что фау-литки может не совместится на стороне оборонения. Украшения нет с чем какая-то проблема. Пау-литки include три bedroomsопросимости – наградка, под 1,5овcks — думея вам сотрудничество , детale на бл terms scores. Игорь, после этой команды можно просто According to Full native, построить нашね, нанGER, зűнхозион 해요, These three are the most important. Maybe you got any questions about this before I started? Some special questions? So, let's start. Maybe I'll tell you about these three exercises. I'll start with the squat. Since I was training in the gym, I saw a lot of people in the squat. And you know, 98% of people in the gym, they do it in such a wrong way that I couldn't even see it. And the other thing is, if you're going to tell, hey man, you're doing it wrong, they're going to tell, you know, I know better what I'm doing. So, but it's not right, I think. Because the right technique includes, it's our health, you know. In the squat, it's the most dangerous exercise in the gym. Because, and that's not important to lift heavy weights. You can help yourself in light weights too. So, where are you, Maksim? I don't know. Where are you, Maksim? Where are you, Maksim? Maksim? Come on. What's up? What's up? Come on. Come on. Come on. Come on. I just want to show you how you need to do it. He wants to show you. I'm not ready to do it now, because you don't lose energy, but I'll use my... He'll be my assistant. Come on. Let's start this. Start this. On the monolith. On the monolith? On the monolith. Yes, yes. Сначала мы увидим, как он делает, когда я скажу, что мы здесь стоим... Давай, как ты делаешь? На монолитке смотришь лицом туда. Я просто ни разу не делал. Лицом туда, все равно. Не, он может... Давайте опущу. Первый, мы начнем с тем, где ваш бар должен быть, когда вы идете на ливке. Это зависит от того, где вы будете на ливке. Но в правилах правилах, вы должны быть не на ливке, ни на ливке. Более, иногда вы будете на ливке. Я не понимаю, почему они делают это. Потому что, когда ливка, ливка, а если вы не на ливке, то это не есть. Ливень, если вы не на ливке. Потому что вы не на ливке. Это просто физик. Не надо. Зачем? Да. Чтобы смотреть. Снимай, то ли. Снимай, то ли. Это значит, что если вы идёте на руках, то бар должен быть уровень вашего честа Первая ошибка, Ланит Он пытается расширить весы с помощью его бокса Это абсолютно неправильно Потому что вы должны расширить весы на руках Легг. Тьфу... ...that means, в стадом позиции, ...your chest must be straight ...as much as you can, ...and your back must be as straight as you can. Давай еще раз, ...that means, ...you put it there, ...straight your chest, ...then your back there, ...вы как так, ...вы как так. That means, ...just legs, Теперь шаг назад. Один степень. Второй ошибок. Если вы видите, что его ноги очень много это не правильно. Это означает что в хорошем технике нужно держать ноги на ноги на ноги не двигаются абсолютно не двигаются для того, чтобы сделать это вы должны держать ноги по-английски нужно держать ноги на ноги не на ноги не на ноги на ноги он понимает по-английски но не на ноги на ноги Вы видите, что лучше но как можно и когда он но это значит, что он пытается бензировать потому что он не имеет никакого стресса но это не имеет но это не имеет виду ли он? это гораздо более, чем в начале но если вы пытаетесь делать это так например, я занимался три года я не мог тренироваться и я был чемпион, и если кто-то знает, Борис Шейкон, он был в школе, он меня на тренировку, и когда он видел мою пикнику, он сказал, что это абсолютно не так, что нужно начинать и у меня в школе было около 800 литров, и я использовал в школе, когда я использовал 200 литров, 200 литров, я использовал 2 месяца, чтобы понять мою пикнику, но тогда это реально не было и далее, следующий вопрос, что вы можете сказать о нем? в хорошем стеме мы используем мы не только чувствуем, но и чтобы устать на всей всей стране Продолжение следует... Прямо как раз. Я уже показываю. Проводимые плиты. Стоять на байдер, прям, и греешь вниз. Опять. Вы должны наше время. И вы должны быть на плиту. И вы должны быть на земле плиты. И вы должны быть с этой стороны. Вы должны наше время. Вот так. так как вы можете сделать не отверстия не отверстия не отверстия как вы видите и когда вы делаете ваша честа и отверстия отверстия вот так и вы можете отверстия Продолжение следует... 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 И теперь я покажу вам дедлив. А, и бенч пресс. Что нужно делать, если у меня проблемы в начале и вверх? О, это я покажу вам дедлив. Сейчас я просто объясню бенч. Окей, извините. Вы знаете, что вы можете делать дедлив в два стилля. Классика и сумо стил. Как вы говорите? Классика, он классик. Он сумо вообще не значит. Окей. Поверлифтеры, или большинство поверлифтеров, потому что сумо стил. Я объясню вам почему. Если вы победите только в дедлив. Это нормально. Вы можете использовать классический стилля. Потому что вы только дедлив. Но после спорта. Я объясню вам, что вы не сможете бенчать. Бенчать так много. Это очень сложно. И сумо стилля, мы обычно используем лег. Если у вас сильнее лег, то вы делаете сумо. И если у вас сильнее бенчать, то вы делаете классический стилля. Это не означает, что в классический стиле вы не используете лег. Вы используете лег. Но в основном, это работает с бенчать. Таким образом, давайте посмотрим. Может ли цемплю, да? Может ли цемплю, да? Да, я цемплю, вернее. Может ли цемплю, да? Может ли цемплю, да? Может ли цемплю? Вокремление. Просто не поднимая. Может ли цемплю. Да, не поднимая. Это же как стилляция. Действующим это, что вы стали ниже. Да. Стоим сочувствоватым. Вы делаете на бенчик, а с вашему боку не смог dancer. так что вы просто держите, и тогда вы пытаетесь сидеть вверх, так как это и когда вы видите, что вы стремитесь, вы пойдете вверх, так как это Это слишком лат-weight. Потому что когда я упал, я не могу. Продолжение. 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 Продолжение следует. И не двигаться назад. Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 и а и 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 в и и и и и умерика powerlifting one time a week work after what's baby America you know I know in Russia I don't know because American power listeners they have one problem they write a program but nobody says that they use a huge amount of steroids yeah for example in Shaco's program or in Russian trainers their programs for people who use steroids they divide people who don't use steroids and people who use steroids but now they don't see it's much different because if you train on for example you know Stuart has a problem he has quite good books but he always in the internet it's always written that Stuart McGovern never used steroids it's right Stuart McGovern was the first guy who used such a strong steroids like Trenbolon and so before him nobody used it so why you lie it's human you're sorry what your results and before you start my series it's very interesting because more people thinking would not use hard work out you are serious it's not true that's not true I'll explain it professional sportsmen they afraid of this step no it's stupid yeah if your comes feel heat for example or then breathe and said I never use steroids that's stupid yeah I think you are right it's not good it's contract yeah I don't get it's comfortable if you use them just say that you use them you are not allowed to say what you use them but if you use you say because young guys yeah they started training yeah and they can achieve this result they leave it and go drink beers and so on just tell them that if you don't use you'll not get as big as I am but I tell about me I started powerlifting seven years ago and I achieved I have international master in powerlifting without any steroids that's true because this information is really it improves I have drug tested so my sport in that time was I don't about 700 pounds of sport my bench was about 520 kilograms and that lift is about 600 a 650 and it was most it was I passed on breakfast and then I realized that my results don't stop I need something new then I tried a bit you know that but not just like I didn't use what I find I just put it with doctors of course I did my present but the thing is if you genetically not modify to the strength training the steroids wouldn't help you too for example I can't run like to say both of them yeah that doesn't match how many steroids I use yeah and but to send both wouldn't work as much as I that means that you know it's very important thing and also about our diet diet is very good for example if you train in the gym five hours then you go go to the walk walk don't sleep don't sleep two hours you will not see the result it's very serious because professional sportsmen are not allowed for example on Friday night go to the club you know just rest we have to sleep this time eat and sleep that's all so that's about that means that that's why you know steroids they are particularly they're illegal yeah I think that's stupid too because if I were in the government I would make alcohol illegal steroids maybe not free but he's using with doctors then it's not bad it can help you I'm going back to the training so what would you get someone that has no foundation they have a training and they want to start a pilot team for a program that they want if they want what program would you use for a beginner with no foundation at the beginning you don't need any problem at all you just need boot training and then you start competing and then you start competing in the complete level you can use some about American programs I saw a lot of them it looks like they wrote it to make money that's my mind and you know that a lot of Russian power leaders they write their programs just free in the internet just people to use them they don't care about money that's the difference between Russian leaders and United States leaders you know United States power leaders they compete for money for example they choose I go on this championship because they pay more and I wouldn't go there because they don't pay any at all I'm Russian they don't care how much you pay you they pay you we just want to leave then we leave that's the problem it's always so if you do something for money you'll never achieve your wealth because you have to concentrate not on your money so what any questions any question I've always been told that I guess what a difference in the US and Russia but when you're a professional athlete in Russia are you kind of like sponsored by the government no no I don't pay you nobody cares no I tell you more I was in 2013 I was in the European Championship in Portugal and I hurt myself in sport yes I touched my chest when I scored you know just it goes down I didn't go down I said it was okay but then I saw it was all blue you know just I I don't know what I did I did I did I continue competing I won championship in the and then they got me to hospital yeah but I got insurance what insurance from Russia because I was competing for my country and then I come back to Russia they send me a check that I have to pay more of 4,000 bucks yeah you see it's not sponsoring just on you we all go to the gym and go to the ordinary world so for example I'm an engineer I graduated to technical university in Russia and I worked a couple of years for one company it's American company but in Russia at the end of the day so I trained basically go to work and so on and I told my wife no sponsor that's interesting because I've always had this vision of high-level Russian lifters living in government sponsored complexes getting massages and ice baths all day between work hours no we think this is about American power that's what we're told we're told oh you can do Shaco because they can people giving them ice baths massages and all day long they're pampered and taken care of they can squat six times a week no 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 actually no I don't know no one When you heard about Kirin Sargev World records in bench press You know him, right? My good friend, he couldn't even afford to buy a new car He was a world record holder The biggest bench press in the world Я встретил Маленичев, он был в доме, и его шоу выглядят 20 лет Маленичев не имеет, он не имеет никакого денег Он не имеет никакого шоу Он не имеет никакого шоу Я могу сказать, что они 5 лет Но я не волнуюсь, я люблю Про периодизацию? А я же говорил, люди про цикл Ну да, сколько раз приседать Разное Я хочу рассказать вам про цикл Вы знаете, в тренинг процессе Это означает, что Мы все, не пара лифтеры, бодибилдеры, фитнес Когда мы тренируем, мы пишем наши программы И мы пишем для цикл Это большая цикл Для первого, это 1 года Для второго, это 1 месяц Для второго, это 1 месяц Для второго, это 1 месяц И это цикл Это цикл, это микроцигл If you have your members For example, I explain to you For the competition year started I know that I'm going to compete For example in February Then in August Then in December So, I got the big cycle, from February to December. Then I divide this cycle on micro cycles, to take, to prepare February competition and November competition, December. This is called micro cycles, but we can look at them in another way. We can look at all these micro cycles like big cycles. That means that it can include start preparing. Then we just start to prepare. That means we just need to keep it fit, return to our better form. Then when we go on more heavy weights, it's like middle of this cycle. Before, I told you about two or three weeks of the conditions. We go on maximum. We all need sometimes to rest from the training. We cannot train the pole here. We can go to the gym. We can go to the gym. But we need to rest from the aisle. From the dumbbells, bars, so we can make audio and so on. That means that this micro cycle, they include how much you can have to lift and how often you have to lift. And this depends on your aims. For example, I told you how to lift, because it's one heavy and one light. In value they have. If another was problem. What? What do you do? I don't understand. What do you do? What do you do? What do you do? They have another. They just... You train bodybuilders. So, how do you have bodybuilders? It's like you mix. You mix them, yeah? Bodybuilders, they divide, they train for training, which muscle they train. Yeah, for example, chest and biceps and legs and shoulders. Oh, interesting thing. Bodybuilders often train legs with shoulders. Am I right? Or share your... Some do, I don't. You train legs only once a day? I do legs twice a week. That's right. Yeah, but what do you train with legs? Only the legs and the legs. Yeah, that's right. I like it. That's nice. I don't really understand this, because you train legs, you get them pumped, and then you train your upper body, and the blood goes from down to up. Yeah, that's incorrect. I start to do this. It's the same. I think that we have to train legs one day on the legs. Provided. Yeah. Powerlifting, we don't train legs, we squat. We cannot just squat. We're running squat when we go back. And so... So... And... Also, there is one thing that... This... Cycles... Some trainers and people, they find the program in the internet, and they use it for two or three months, and they change it. That's stupid. Uh... Because... Uh... You cannot use the program that you took from the internet and use it for yourself. Because we... All are different. Yeah. For example, someone has strong legs and big chest, and another, and so on. That's why you... Uh... When people start training, they are absolutely sure they need to train. Because they can... Uh... Make so much mistakes, that... Uh... That you're wasting a lot of time. Yeah. Not just wasting, but they can hurt themselves, and they're not training anymore at all. So... I know some facts. So... So... And that's why... Uh... Then, when you start using programs like Sheikos program, and so on, there are lots of programs. Uh... They are true. You cannot just take Sheikos book, for example, and put your results there, and get your program. That's easy to do. You need... Uh... For example, if you want to train in Sheikos program, you need a trainer, who knows how to use the Sheikos program. Yeah? For example, because... Uh... Can I explain it? Because it's... And the other... Yeah. 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 I think... Uh... It's... That... I think so, and though... I think everybody thinks so, that... Sheikos program is most efficient for powerlifting. And so... It's... Of course, he grew up a lot of professional sporting. For example, maybe... Um... Тихо, что я знаю, что у него огромный record в литвейке классе 315 килограмм, по результатам, не вред. И тогда, у вас есть пара из Украины, я не знаю как, потому что он был в 80 килограмм классе, но два месяца он был победителем в босс-of-bоссе, и он был 100 килограмм, он был один, 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 я не понимаю, и я не понимаю, и вы не знаете, и вы знаете, я говорю о американских литератах, когда они победят, они выходят два дня после победы, они не могут сделать это, они не могут сделать это. В России мы не позволяем, мыpoonим сам день до победы, и иногда, когда мы обманем, я не знаю, я не буду ничего не на сегодняшний день, а я а и 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 он говорит он он подпор он он но в в в в в в в в если вы победите, если вы победите, то вы не можете вернуться в 2 месяца, а затем вернуться в 2 месяца, и затем вернуться в 2 месяца. Я также имею видео о тренировке. Я думаю, мы поставим это на фейсбук. Продолжение следует... 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 Я приду в 5 минут. А что ты? Я принесу бинты. Насколько жёстко, Юр? Насколько жёстко, Юр? Это светлое. Да, светлое. А, значит, вы не верёте назад? Нет, это кросс. Это для тренировки. Это для тренировки. Кросс я покажу вам. Кросс, я не знаю. Кросс, кросс. Кросс. Кросс, кросс. Кросс. Это для тех, кто-то. Моя обширная. Это значит, что вы не знаете, что вы не делаете? Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что мы не делаем машин. Мы просто снимали машин. Я не знаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...